В этом видео расскажем, как приготовить суп в настоящей русской печке. У нас получатся самые традиционные щи, потому что именно в температурных условиях печи щи готовились изначально. Как правило, русскую печь затапливают утром, чтобы приготовить в ней еду на весь день и согреть дом. Мы тоже сначала займемся ее растопкой. Для этого кладем дрова на специальную лопату, по очереди доставляем их и укладываем внутри печи. Русская печь представляет собой очень большую и массивную каменную кладку от 2,5 тонн. Чем больше печь, тем дольше она прогревается, но и тем продолжительнее будет отдавать тепло. Русская печь может спокойно отдавать жар в течение нескольких дней. Это очень удобно. Один раз протопил, и становится тепло в доме сразу на двое суток. Небольшие же печки-плиты часто подтапливают по два раза в день для поддержания температуры. Когда все дрова на месте, зажигаем бересту и тоже отправляем ее к дровам. Огонь быстро охватывает сухие березовые полежки, и печь начинает нагреваться под приятное потрескивание дров. Русская печь является настолько большой духовкой, что в ней можно приготовить сразу суп, мясо, гарнир и даже для пирогов еще места хватит. При этом блюда в ней получаются очень мягкими, вкусными и ароматными. Русская печь являлась главным атрибутом в доме. Про нее существует множество поговорок. Помимо отопления и приготовления пищи, ее использовали для стирки, сушки, лечения, как место отдыха и мытья. Да-да, раньше встречались настолько большие печки, что внутри можно было даже мыться. Дети, старики или девушки, боявшиеся банной нечисти, мылись дома в печке. Но это совсем другая история. Дрова горят около полутора часов, а мы пока займемся приготовлением супа. Ингредиенты для супа в русской печке используем самые обычные. На 4-х литровую кастрюлю, 5 ножек курицы, либо 500 грамм мяса на косточке. Картошки 4-5 штук, капусты, грамм 400, 1 морковь, 1 помидор, соли, примерно 1,5 чайных ложки и перец по вкусу. Из особенностей. Можно делать нарезку моркови и картошки чуть более крупно. В печке все прекрасно разварится. В остальном все то же самое. Моем, чистим, режем. Ничего необычного. Кстати, одним из еще более простых и традиционных блюд была печеная репа. Именно из-за простейшего приготовления пошла поговорка «проще паренной репы». А мы, тем временем, завершаем нарезку. Все супные ингредиенты готовы. Дальше начинается настоящая магия. Вот как обычно готовят суп. Сначала долго варят мясо, а потом уже добавляют все остальные ингредиенты. В русской печке суп готовить гораздо легче. Просто кладем все ингредиенты в кастрюлю и ставим кастрюлю в угли на несколько часов. Просто ставим и все. Не нужно ничего подкладывать, помешивать. Абсолютно ничего не требуется. Можно сказать, это первая в мире мультиварка. От высокой температуры суп печется, разваривается. И через несколько часов достаете уже готовый, наивкуснейший суп, где все ингредиенты буквально тают во рту. А если нужно оставить суп горячим, то снова убираем его в печь. Он будет долго сохранять в ней тепло. Солим, перчим, доливаем нужное количество воды. Все ингредиенты в кастрюле. Огонь догорает. Сейчас будем ставить суп в печку. Дрова сгорели. Остались долгожданные угли. Можно погружать в них наше блюдо. Кочергой освобождаем площадку в углях. Затем отправляем внутрь кастрюлю, выравниваем и загребаем угли обратно вокруг нашего супа. Отверпаясь. Продолжение следует... Угляжет в кастрюлю. Солим. Режиссёр. Угляжет в кашу. Солим. Угляжет в кастрюлю. Закрываем печку и идем заниматься своими делами, больше тут делать ничего не нужно. Прошло несколько часов, настало время обеда, открываем печь. Все, сок готов для богатства, достаю его. Подцепляем ручку и тянем. В печке до сих пор еще видны раскаленные угли. Такой прекрасный суп получился, аромат просто великолепный. Так легко и в лучших традициях можно приготовить вкуснейшие щи в русской печке. Вкус 10 из 10. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok